Отзывчивые вы люди, вот что я вам скажу. Я попросил же в пятницу, чтобы к стриму в воскресенье было 275 тысяч подписчиков. Вот сейчас, 19.00. Первый, видите, как точно. Воскресенье, 19.00. На канале Шетельман мы начинаем с вами стрим «Комендантский час». И сколько у нас подписчиков на канале Шетельман? Так, опять. Сейчас, подождите, я по нему постучу, он станет фиолетовым в крапинку. Вот опять, вот что это такое? Ну, сейчас, короче, дождемся, он будет 275, я его поставлю себе в уголочке. Мне, кстати, это Шетельманометр, кто еще не знает. Мне, кстати, мне сказали, что надо, говорит, вы поставьте где-нибудь так, чтобы все время это было в кадре, ну, Шетельманометр, чтобы всем было удобно. Нет, так не получится, потому что по кадру он просто никуда не влезет, понимаете? У меня куда его? Сюда, как значок налепить. Вот мне там поставлю, подвесить вот так вот, чтобы в воздухе висел, тоже не получается. А как только я ставлю на ту дальнюю полку, это получается очень маленькое. Ну, вот оно, 275 тысяч. Я говорил, что вы, ребята, самые отзывчивые, спасибо вам большое. Но на этой неделе было чему радоваться, возможно, поэтому вы так хорошо и откликнулись. Потому что, действительно, пусть кот постучит, сказали мне. Спасибо большое, Наталья, за такой совет. Ох, сегодня ваше любимое число, Михаил, на сегодня ваше любимое число 275 тысяч. Ну, на сегодня у меня много любимых чисел, кстати. На сегодня у меня любимое число, например, 300. Настолько километров бьют от Акамса, которые нам собираются передать. Вот в одном из комментариев, которые вышли еще до начала стрима, там же вы начинаете переписываться в чате, и вот в чате пишет человек примерно следующее. Там начинаются все время комментарии. Первыми приходят хейтеры, понимаете, да? Первыми приходят хейтеры, ничего нельзя сделать. И вот первые хейтеры начали ругаться. Все, Ашательман сейчас то, Ашательман агент КГБ, ФСБ, МОСАДА, ЦРУ, чего еще, ФБР. Потом что еще? Ашательман защищает тех или этих, или еще он защищает кого-нибудь. Он продался Зеленскому, Порошенко, нет, не Абрамовичу, как и Арестовичу. Хотя лучше бы Абрамовичу уж тогда. В общем, кому только не продался. И вот сегодня один из первых хейтов был про Атакамсы. Ну что, теперь Михаил, значит, будет сейчас рассказывать, как он предсказывал, что нам передадут Атакамсы, что ли? Да, буду рассказывать, как предсказал, что нам передадут Атакамсы, что ли. Но я говорил, я говорил. Первое, я говорил, что именно вот сейчас визит нам передадут Атакамсы. Говорил, говорил. Второе, а вот тут, внимание, кто слушал мои разные интервью, где меня, так сказать, журналисты допрашивали с пристрастием, я несколько раз в разных интервью сказал, что Байден на встрече с Зеленским не объявит про Атакамсы. Не объявит. Говорю, сказал я, не в его традициях, не в традициях Байдена называть самому какие-то виды вооружений, самому про это говорить на совместных пресс-конференциях и так далее. Я это говорил. И действительно, закончилось все, пакет дали, Атакамсов нет. Уехали, а там, о да, кстати, вы тут Атакамсы свои забыли. Пришлите своих мальчиков, пусть заберут. Опля, Атакамсы. Поэтому да, ну да, буду говорить, и что? А когда есть чем гордиться, значит, есть чем гордиться. Предсказал, так уж предсказал. Кое-что я, кстати, не предсказал, мы до этого тоже доберемся сегодня. Вот одну вещь я не предсказал, прям нечем гордиться в этом вопросе. Так, извините, Михаил пишет, что я вам окей, но иногда по вам тоже нужно постучать. И по нам тоже нужно, чтобы вывести из зоны комфорта. Ой, макей, какая, это макей пишет, да, макей, какая зона комфорта? Вы знаете, вот есть такая шутка на эту тему, известная в тренинговых кругах, что обычно люди, которые зарабатывают миллион долларов в год и живут где-нибудь там в Черногории, советуют выйти из зоны комфорта людям, которые живут в Тернопольской области и зарабатывают 100 долларов в месяц. Понимаете, так обычно выглядят тренинги. Вот вы сейчас говорите, надо выйти из зоны комфорта. Типа нас по ночам бомбят вообще-то. Типа вообще-то, ну нет, может быть вы на фронте, тогда действительно у нас тут зона комфорта по сравнению с вами. Но если вы не на фронте, так вообще-то на нас летят крылатые ракеты, шахеды, по всему этому стреляет ПВО всю ночь, потом обломки падают, горят дома, умирают люди. Вы где зону комфорта в Украине видели? Окей, вы чего? С какой зоны комфорта вывезти? Куда? Я вообще не понимаю. Я эту зону комфорта видел, не, ну когда выезжал с Украины, видел, а так вообще вот до войны я эту зону комфорта видел. Вот то, когда выезжаешь ненадолго, знаешь, что он сейчас вернулся, там света не будет. Какая зона? Это у котиков, может, какая зона комфорта? И даже котиков нет зоны комфорта. И не только по ночам бомбят. Ну кого-то, да, Лиза говорит, не только по ночам. Там просто Киев чаще по ночам все-таки. По днем бомбят Запорожье. То, куда россияне могут добить этими ракетами баллистическими, то бомбят днем действительно, Одессу бомбят днем, это правда. Польша смотрит ранее Макеевка. Вы когда-то говорили о возможном расколе России. Надо, чтобы этот раскол произошел не сам по себе, а с пользой для Украины, чтобы вдоль границы обернулось буферное государство, что Украина для этого делает. Да, да, да. Вот это зритель мне написал, кстати, вот этот коммент через Фейсбук прислал. И я сказал, а вы мне напишите в чат, я это прочитаю, я вам отвечу. Ну, чтобы не выписывать себе самому, я же ленивый. Я действительно отвечаю насчет буферного государства, насчет распада России. Я думаю, что не надо, вот ваш совет же в чем, чтобы Украина приняла участие в этом распаде России, что-то для этого делала. Я не вижу, чтобы Украина были для этого инструменты, возможности. Я прекрасно помню, как Израиль пытался создать Южный Ливан какой-нибудь, и ничем хорошим это не закончилось. Я все-таки думаю, что есть объективный процесс, который может привести к расформированию Российской Федерации на разные страны. Но не то, что Украина должна тут вмешаться, прийти в Курску область, сказать, значит, так отделяйтесь, вы будете у нас тут буферным государством. Я просто все время говорил, что распад России будет на пользу Украине, если будут разные какие-то части, какие-то из них миролюбивые. Причем я верю, что те, которые ближе к границе с Украиной, будут вполне миролюбивыми странами. Почему нет? И тогда уже, ну, к сожалению, им придется воевать там с Москвой и какой-нибудь, условно говоря, на Белгородщине. Ну, например, это как пример. Но нам самим в это влезать я категорически против, чтобы Украина участвовала в каких-то процессах на территории России после войны. Если не придется оккупировать всю Россию, что маловероятно. В остальных случаях участвовать даже в каких-то реформах внутри России я не вижу. Для Украины ни одной на это причины, ни одной возможности. У нас будет примерно один миллион задач внутри страны. Кубань сама попросится в союз с Украиной, я это знаю и чувствую. Вот, Андрей, да, это возможно, но тут надо будет пройти процесс очищения сначала. Знаете как, ну, вот Федеративная Республика Германия сама попросилась в НАТО. Сама попросилась в НАТО. Но у нее ушло какое-то там лет сколько, 10, наверное, чтобы очиститься от фашизма. И только потом ее взяли в НАТО. А не то, что такие, а, так, мы проиграли войну. Через 10 минут такие, ну, все, мы проиграли войну, значит, союзникам. Теперь мы будем с вами тоже союзниками. Давайте берите нас, пожалуйста, знаете, какая у нас форма красивая эсэсовская. Мы прямо в наш бундесвер просто включим, не, не бундесвер, вермахт включим в состав ваших... Где тут у вас начальник комитета объединенных штабов, товарищ Милли? У нас тут эсэсовцы потерялись, 5 миллионов человек. Давайте, забирайте в объединенные войска НАТО. Нет, так не будет. Если Кубань пройдет процесс некоего очищения от русского фашизма, тогда можно будет проситься действительно в союзнике не только к Украине, а вообще к цивилизованным странам. Я думаю, что так и будет. Профессор Соловей будет руководить объединением России. Нет, профессор Соловей точно не может руководить ничем. Вы профессора Соловья видели? Вы же знаете, я люблю его слушать, но... Единственный раз, когда он решил создать организацию, но это было куром на смех, реально. Причем, это я сейчас не без обиды какой-то, ну, я не пытаюсь его обидеть. Я имею в виду, что каждый должен заниматься своим делом. Профессор должен быть профессором. Он должен объяснять, как что устроено, читать лекции, изучать, чем профессор Соловей в нормальное время и занимается. Но однажды, несколько лет назад, еще до нашей полномасштабной войны, профессор Соловей создал в России какую-то организацию, скажут, на такого числа создается во столько-то, и все это как-то между пальцев ушло. Ну, арестовали его один раз, вот задержали за эту организацию, по-моему, и все исчезло. Поэтому не будет он ничем таким заниматься, перестаньте. Ой, вы там все, вот я вижу, что Наташа Наталья из Канады переписывается с Натальей Франко, не знаю, откуда посылают друг другу цветочки. Как приятно. Или у вас день рождения, да? А, нет, вот уже другая Наташа, той Наталье тоже цветы шлет. Блин, хочу колу теперь, а магазин это закрыт. А почему у вас магазины закрыты? У вас ночь? Сейчас время-то 19.10. Или у вас уже комендантский час на встал? Я даже не понял. А когда освободят Энергодар? О-о-о, там есть один сложный вопрос. Сегодня, кстати. Сегодня, кстати, всплыл. Вот там дальше будет еще комментарий. Словей не поет для свиней. Напомните мне, я потом должен прокомментировать. Но. Ну да, давайте. Энергодар и так маг. Энергодар. Сегодня, как выяснилось, МАГАТЭ выкатило какие-то новые данные. Насколько я понимаю, официальный отчет. Что россияне заминировали территории вокруг самой станции. Так что это, я думаю, затруднит некоторое освобождение всего этого. До этого не было таких данных у МАГАТЭ. Сейчас впервые такие данные. Это, конечно, не очень приятно. Вот. Не даст соврать. Пришел подтвердить. Вот. Это история про Энергодар. Так что когда, понятия не имею. Но сегодня получены не самые приятные новости по этому поводу. Теперь про свиней. Про свиней. Пришла новость также вчера, что россияне сейчас вовсю воруют свиней. И отнимают свиней у жителей Токмака и окрестных сел. Потому что у российской армии кончилась еда. Им нужно как-то питаться. И вот они воруют свиней. Причем, что интересно, я подумал. А они что, предупреждают, что у них кончилась еда, им нужно питаться, когда они воруют и свиней отбирают? Я вспомнил в сериал «Черное зеркало», кто смотрел первую серию. Я подумал, что россияне, наверное, отбирают свиней с другими целями. С целями получить другое наслаждение, отнюдь не питательное. Михаил, вы для меня как успокоительные витаминки. Лора, лора. Витаминки, они не успокаивают. Витаминки, они придают энергии. Поэтому я для вас витаминка, придающая энергии, лора. А не успокоительная. Когда я захочу быть вашим успокоительным, я буду петь вам колыбельные. А сейчас, согласитесь, я немного придаю вам энергии. Просто это такая спокойная энергия, не дьявольская, не рвущаяся вперед. Да вам зачем такая? Такой у вас, я думаю, самой хватает. Правильно? Вот. Нужна спокойная, уверенная в себе энергия. Это я вам, лора, и даю. Ну, многие тут про судный день. Мы до него обязательно доберемся. Надо не забыть. Хотя, почему бы и не сейчас. «Черное зеркало», я смотрю, помню. Вот Людмила помнит «Черное зеркало». Она помнит, что там делали со свиньями. А я не буду пересказывать. За такой YouTube, знаете, ай-яй-яй. А то в порнхаб превратимся. Это вообще никуда не годится. Да, ну что ж, слишком многие это посоветовали. И поздравили меня, в смысле ночное, пожелали по поводу судного дня, который наступил час назад. Ну, в Украине судный день наступил полчаса назад. У меня большие надежды на судный день, честно вам скажу. Что такое судный день, что наступило и что вообще произошло. Сейчас про судный день, потом про Ингрию, потому что вы мне еще написали про Ингрию. Черт, я не успею, столько тем. Давайте начну все-таки с Ингрии. Я, извините, сегодня такой вечер вопросов-ответов. Вы что-то пишете, я по ассоциации рассказываю. Значит, Ингрия. Ингрия, кто не знает, это Ленинградская область бывшая. Еще вот, я вот думаю, когда раскололся Советский Союз и были всякие такие сепаратистские движения в разных частях, в том числе Российской Федерации, но никогда в жизни Ленинградская область не кричала, что она хочет отделиться. Но вы знаете лет, ну сколько, ну меньше десяти, наверное, назад я впервые узнал, ну может десять. Я узнал, что оказывается Ленинградская область называлась Ингерманландия, она же Ингрия, и что в общем появились какие-то советы по отделению. А потом Союз по отделению этой Ингерманландии, то есть Ленинградской области от Российской Федерации, возглавил даже человек, который до этого возглавлял, то ли возглавлял, то ли работал, не помню, короче, корпункт Эхо Москвы в Санкт-Петербурге. Он возглавил вот это движение за независимость Ингрии, то есть Ленинградской области. Я всячески приветствую независимость Ингрии, то есть Ленинградской области, потому что это мой единственный шанс когда-нибудь в жизни еще, ну, когда-нибудь потом, посетить город моего детства Ленинград. Причем, вот знаете, если отделиться Ингерманланди, она же Ингрия, станет независимым государством, я приеду требовать, чтобы Санкт-Петербург переименовали в Ленинград. А что это за Санкт-Петербург? Какой тут Святой Петр? Что за ерунда? Ленинград, все как бы, шучу, конечно, Петроград пускай будет. Петроград мне просто больше нравится покороче. А то я никогда не могу запомнить, как пишется Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Петербург. Это очень много вариантов. Санкт-Петербург или Сант, вот вообще, особенно по-английски, когда искал, помню, билеты, невозможно найти. Ну, Санкт-Петербург, Петроград, все же будет понятно. Вот, поэтому я всячески приветствую идею независимости, конечно, Ингрии. Надежды слабые, но они же есть, надежда умирает последней. Это было бы очень хорошо. Хорошо. Это приятно говорить, я родился в Ингрии. Ну, конечно, а что, нормально? А то тут, знаете ли, некоторые думают, что я родился вообще в России. А не родился в какая Россия? Не было никакой России тогда, был Советский Союз. Я, например, родился в Советском Союзе. Михаил, как правильно, перьяпонная барабанка или перьяпонная барабанка? Нет, не знаю, простите, я не настолько грамотен. Приезжайте в Мадрид, я вам паэлью приготовлю. О, Юля, слушайте, да, ну так вот, вы так легкомысленно сейчас это сказали, легкомысленно написали. Думаете, что я не поймаю вас в чате, действительно, в чате же я вас не поймаю. Вот если бы вы мне написали через Фейсбуку, там внизу, я подъеду в Мадрид, ну, как только будет возможность. Я паэлью ел один раз в жизни, ну, имеется в виду в Испании. В ресторанах я ее ел. В Испании, по-моему, один раз в жизни в Барселоне ел паэлью. Мадридскую я не ел, если вы мне ее приготовите, паэлью в Мадрид, ну, конечно, я подъеду. А что ж нет-то? Михаил, а знаете, где ДВ Рызы? ДВ Рызы. Что-то знакомое сокращение, но я уже не помню. Если это в Санкт-Петербурге, то я уже не помню. Деревянный, восточный, революционный завод какой-то. Так. Там все про какие-то перепонки, про Мадрид поддерживаю, я присоединяюсь к готовке. А, Серафимовы, вы тоже там? Да у вас там банда мадридская, ничего себе, банда мадридского двора. Я в Мадриде был всего один день в жизни. Причем именно день, даже не сутки. То есть утром приехал в Мадрид на машине, погулял по нему и поехал дальше в город. Город, сейчас я вспомню. Гвадалахара у вас там, по-моему, город, правильно? Гвадалахара, наверное. Под Мадридом, короче. Ну туда, от Мадрида в сторону на север, там есть город Гвадалахара. Мы летим в Мадрид, так все летят в Мадрид. По Элье это хорошо, да. Итак, все-таки про суд. А, Дарницкий вагоностроительный завод. Простите, да. ДВ Рызы. Нет, не знал я, что Дарницкий вагоностроительный завод. Это, насколько я понимаю, тот, который разбомбили тогда в начале войны, где-то в мае прошлого года. Туда были серьезные удары нанесены по Дарницкому заводу. Мои друзья там разбирали завалы. Если я не путаю название завода, то это вот там было, да. Поэтому знаю, что это за завод. Конечно, знаю. Судный день, спрашиваете вы, Александр. Говорит, не отвлекайтесь, говорит Надя, не отвлекайтесь. Хорошо, не отвлекаюсь. Лучше в Неаполь напиться. Лучше и туда, и туда. Если говорить о судном дне, то сегодня в Израиле, как я уже говорил, как в Израиле, у всех евреев наступил судный день. Он же Йом-Кипур, он же Йома-Кипурим. Что это за день, почему мы его отмечаем, и что нам за это будет? В принципе, когда я получал свою ученую степень по иудаизму, которую я, так впрочем, и не получил, но все экзамены сдал в религиозном университете, то объяснял мне наш профессор, он же Равин. Говорит, понимаете, многие евреи соблюдают только судный день и считают, что это прям круто. То есть в судный день в Йом-Кипур, вот этот один день в году, они постятся, не пользуются автомобилями, не работают, не включают телевизор. То есть соблюдают все заповеди, не едят и не пьют. В судный день нельзя есть и пить, нельзя курить, потому что нельзя разводить огонь. Все, кто, кстати, отмечают судный день, сейчас меня не смотрят, потому что в судный день нельзя пользоваться интернетом и компьютером. И вот он мне тогда сказал, профессор, ну, нам всем сказал на лекции, что, понимаете, это такая некая халява, которую придумали в Израиле некоторые евреи. Потому что, говорит, соблюдать субботу надо в году 52 раза, субботу, а судный день типа только один раз. Поэтому давайте-ка я буду соблюдать судный день и скажу, не, ну как, судный день я же соблюдаю, я же стараюсь. Но, говорит он, соблюдение субботы гораздо более строгая и важная заповедь, чем соблюдение судного дня. Поэтому то, что вы, значит, соблюдаете судный день, но не соблюдаете субботу, прям не делает вас вообще больше евреем, прям вообще никаким способом. Никак не приближает вас к Всевышнему. Если вы только судный день решили соблюдать, это вы такую халяву себе придумали. Вот. Я наверняка сейчас многих расстроил, кто соблюдает только судный день, да и то отчасти, в смысле. Соблюдаю, но Шетельмана смотрю. Ладно, это разрешается. В религии шетельманизма разрешается вполне судный день смотреть Шетельмана. Остальное нарушать нельзя. Михаил, вы слышали, что в Мали, повстанцы, а, начали военное противостояние с пророссийскими войсками Вагнеровцев, сбито уже 8 самолетов. 8? Нет, не слышал. Я пока слышал про один. Надо будет посмотреть, почитать. Сам я, вот когда я жил в Израиле, мои воспоминания о судном не такие. В Израиле, ну, кто не был, большинство из вас не были в Израиле, конечно, особенно в судный день. Этот день действительно просто визуально отличается от всех остальных, потому что реально по улицам Израиля в этот день не ездят автомобили. Вообще. Вот вообще нет автомобилей. Все главные шоссе страны пустые. По ним ездят дети на велосипедах. Это такой день велосипедиста. Ну, когда еще ребенок на велосипеде сможет погонять по главным шоссе страны? Только в судный день. Все садятся на велосипеды и едут кататься. Даже автомобилей нет. Там, кстати, нет такого формального запрета, что никому нельзя. Но это традиция. Никто не ездит. Кроме скорой помощи и полиции, потому что спасение жизни – это самая высшая заповедь в иудаизме, и она выше, чем любое соблюдение правил судного дня. Поэтому для скорой помощи исключение для пожарных и для других, так сказать, спецслужб с мигалками. Это можно. В судный день я однажды, помню, я был буквально там, не знаю, сколько, ну, недавно в Израиле, короче. И, знаешь, не соблюдаю сам заповеди. Выхожу, я тогда курил, закуриваю на улице, а на меня как заорали, как зашипели, а я не понял, что происходит. А курить-то нельзя на улице в судный день. Ну, нельзя нигде курить в судный день, но на улице это же публично уже. Люди прямо на меня наехали, обиделись. Вот. Ну, потом, конечно, мы устраивали, помню, однажды мы устраивали марафон на судный день, проферансный марафон. Собрались с друзьями, заступил судный день, мы сели играть и на сутки, короче, притопили. Ну, а что делать в судный день больше? Делать-то нечего, ничего не работает. Телевизора нет, кино нет, торговых центров нет, магазинов нет. На пляж не поедешь, потому что не добраться. То есть у тебя как бы выходной, но ты не можешь в этот выходной никуда поехать, потому что, ну, сядь на велосипед только разве что, если у всех есть велосипеды. Ну, и на пляже ты не сделаешь барбекю, потому что нельзя, и не покуришь, и не попьешь даже кока-колы на пляже, потому что пить тоже нельзя публично. Дома каждый тихонечко сам с собой, что хочет, лично то и делает. Один раз в жизни я решил соблюсти судный день, но это уже будучи очень взрослым человеком. Я просто понаблюдал за своим, за своей, что происходить будет со мной, когда я действительно выключил все средства связи. Интернет, компьютер, телефон, все было выключено. Ничего. Я один в квартире, я, правда, выходил на улицу, я жил за городом тогда. Выходил в лес гулять, ну, пешком, в лес можно идти гулять. Не пил, не курил, не ел сутки. Ну, больше даже, там чуть больше, чем сутки. 25 часов примерно получается, может, 26. Мне не понравилось вообще. Открытие свое я сделал, но мне не понравилось. Еще и пить нельзя. Хорошо, что я не иудейка. Да, пить воду нельзя, в смысле, ничего нельзя. А можно возиться в саду? Нет, нельзя. Нельзя возиться в саду. Объясню почему. Когда вы возитесь в саду, вы, ну, точно что нельзя делать в саду. Во-первых, любую работу нельзя делать. Но, например, именно возиться в саду, это обязательно переворачивать землю. Землю переворачивать нельзя. Например, по этой же причине нельзя играть в футбол в субботу. Потому что именно в профессиональной. В любительский можно, в профессиональной нельзя. Потому что в профессиональном футболе вы в бутсах бегаете по траве и переворачиваете землю. И вы нарушаете субботу. Потому что в субботу нельзя переворачивать землю. А на горшок тоже нельзя. На горшок можно. Проще, наверное, перечислять, что можно. Ну, в общем, да. Мастурбировать можно ли, спрашивают у меня АЭМ. Думаю, нет, потому что мастурбировать нельзя ни в какой день недели. Мастурбировать нельзя, потому что это получается, что вы разбрасываете семя по пусту, а это запрещено. Откуда взялось слово «ананизм»? От имени Анана, библейского персонажа, который, собственно, мастурбировал, правда, он, по-моему, на стену храма мастурбировал, тут я могу что-то смутно вспоминать, и, собственно, осудили его именно за то, что он рассеивал семя по пусту, тем самым нарушая заповедь «плодитесь и размножайтесь». Первая заповедь иудаизма – «плодитесь и размножайтесь», то есть вы должны рожать детей, и семя мужское используется для этого. А когда вы мастурбируете, то вы, получается, нарушаете эту заповедь. Секс нельзя. Ну, секс – это другой вопрос. Михаил, вы верующий? Ну, в каком-то смысле, конечно, но не иудей. Иудей, ну, и не христианин, нет, тоже. 30 миллионов ученых людей – это много, так хорошо получается день бездельника. А хоронить нельзя, это ведь землю переворачивать. Хоронить нельзя. В субботу тоже нельзя по этой же причине хоронить. Все дожидаются исхода субботы и тогда хоронят. Это день пытка. Да, для, ну, вы знаете, Оксана, для тех, кто не пришел, мол, себе каких-то занятий, да, это, наверное, так себе, так себе история. Так, хорошо. Ну, да, еще что. Когда это празднуется все, почему празднуется, не знаю. Так написано в Торе, что надо. Короче, на 10-й день после Нового года. Новый год у нас был ровно 10 дней назад. На Новый год происходит суд. В Рошашина, как бы, нас каждого из нас судят. Ну, это в еврейской традиции. Дальше 10 дней, типа, присяжные заседатели заседают. И сегодня окончательно выносится приговор в судный день. И каждый, в общем, свободен до следующего года. Суд прошел, приговор вынесен. Поэтому желают друг другу в Израиле удачной записи в книге жизни. Запись в книге жизни – это приговор за этот год тебе вот такой. Что-то такое. Футбол можно в помещении. Ну, да, да, да. Да, я же сказал, любительски можно, потому что если вы земли не переворачиваете, то можно. А читать можно. Видите ли, Гена, тут вопрос, что читать. Насколько я понимаю, ну, для человека хоть сколько-то религиозного, хоть сколько-то религиозного, в судный день читать можно только Тору и другую религиозную литературу, то есть Талмуд можно. А Три Мушкетера читать нельзя. Ну, собственно, да, по-моему, в этом ограничение состоит. Но вообще для глубоко религиозного человека вообще Три Мушкетера читать нельзя после 13 лет. Три Мушкетера можно мальчикам читать до 13 лет, а девочкам до 12, а потом только Тору и Талмуд. В Израиле сегодня плюс 30 градусов. Да, а пить нельзя, представляете? Конечно, представляю, я же все это видел, участвовал и так далее. А рисовать можно? Спрашивают у меня. А вот это я, кстати, не знаю. Можно рисовать. Смотря что. Портреты нельзя, потому что это вы создаете идолов. А абстрактную живопись, я думаю, можно. А читать книги? Я же сказал, только религиозные. Так, можно ли воевать? А вот это хороший вопрос. Да, можно. Именно поэтому была война судного дня. Воевать можно. Мы сейчас доберемся и до войны судного дня. Воевать в судный день можно, потому что это спасение жизни. Как я вам уже говорил, высшая заповедь в иудаизме – спасение жизни. Первое плодительное множество, конечно, да. Хотя она не первая. Первое, что у тебя только один бог, а других богов нет. Но, значит, заповедь спасения жизни самая высшая, поэтому можно нарушать любую другую заповедь, если вы спасаете жизнь. Когда украинский воин воюет на фронте, он спасает жизнь. Поэтому он может не выполнять никаких других заповедей в этот момент. Так же, как врач может работать, потому что он спасает жизнь. Или же, если, не знаю, есть человек, ему надо принять лекарство. Ему нужны для этого таблетки и вода. Он ест и пьет. Это можно, потому что он спасает жизнь. И так множество всего, в общем, все, что спасает жизнь, все делать можно, в том числе воевать. Вот. А война судного дня, а женщинам мастурбировать можно, у них же семени нет, спрашивает Ольга. Вы знаете, я думаю, что можно, если это не перейдет в футбол постепенно. А то, знаете, некоторые увлекутся и начинают в футбол играть. А это уже нельзя. Поэтому, если вы, так сказать, умеете как-то держать себя в рамках в этот момент, то я думаю, что в целом можно, конечно. Но чтобы никто, мужчина, не увидел край вашей ноги или вашу ступню, понимаете, тогда можно. Ну, потому что это, в принципе, не очень прилично, да, а остальное все прилично в рамках иудаизма. Михаил, вы приболели, берегите себя. Ну, приболел, это громко сказано, но так, слегка, да, на улице погулял, вот, вчера, и слегка простыл. Ну, совсем слегка. Для меня вышивка удовольствия не работает. Елена, вот вы сейчас ведете себя. Объясню, в чем дело. Ну, я сейчас с точки зрения религии вообще устоев, да, таких. Есть правила. Эти правила устанавливаете не вы, не потому что, а мне вот это нравится, поэтому я не буду это засчитывать. Вы всего лишь должны их соблюдать, если вы религиозный человек. И там в правилах четко все должно быть оговорено. И там действительно оговорено. Там сказано, что нельзя выполнять те виды работ, которые евреи делали при создании, там, только не храма, а чего-то там, не помню, в пустыне, ну, типа храма временного. Вот какие виды работы они тогда использовали, производили, такие нельзя, а остальные можно. Дальше, с течением времени, так как мир меняется, виды работ меняются, то раввины комментируют, объясняют, что вот эта штука занятия, это работа, а эта не работа. Существовало ли вышивание 3050, грубо говоря, лет назад, уже больше 3070 лет назад, когда евреи получали Тору на горе Синай? Не знаю, существовало ли тогда вышивание. Если его не существовало, то позднее мудрецы должны были прокомментировать, можно или нельзя. Нельзя рисовать в судный день, нельзя никакое удовольствие в судный день, мастурбирование, секс нельзя ни в коем случае, это наслаждение, наслаждаться нельзя в этом день. Ну, возможно, да, тут, видите, комментарии уже про женскую мастурбацию, но тут я, видите, оказался не самым. Хотя, понимаете, в чем дело? Михаил Безопас, где сейчас безопасно в Украине? Сейчас до этого вопроса найду. Закончу с этим, с мастурбацией женской на судный день. Дело в том, что одна из заповедей гласит у евреев, в общем-то, где-то там написано, что нужно найти себе мудреца в своем поколении. О чем эта заповедь? Когда вы встретите человека, который скажет, я главный раввин России, не верьте ему, он врет. Если вы встретите человека, который скажет, я главный раввин Беларуси, не верьте ему, он врет. Там нет главного раввина. В будаизме не может быть у страны, у территории главного раввина, не может быть по определению. Потому что раввина каждый выбирает себе сам. И не может быть начальника, как вот у россиян есть этот патриарх Гундяев, да? И он типа начальник всех христиан России, он начальник. А в иудаизме есть правило, что для вас нет начальника раввина, вы сами выбираете, кто для вас раввин. Поэтому я уже вышла, а вот это главный раввин Украины, а это главный раввин Киева или Одессы. Это вранье все. Это все самозванство, таких должностей не существует. Значит, где такое при этом существует? Существует такое, например, в Израиле. Главный раввин. Главный раввин Израиля. Но там есть нюанс. Он главный раввин Израиля как государства, а не как территории. То есть для жителя Израиля он не главный раввин. Он какой-то хрен с бугра. Но для государственного чиновника он главный раввин. Потому что в Израиле религия не отделена от государства. И главный раввин надзирает за чиновниками. Например, чтобы в армии соблюдались религиозные правила, не солдатами, а самой армией, чтобы армия позволила всем вовремя помолиться. Не за солдатами он следит, а солдат сам выбирает. Вот так. А о чем-то серьезном сегодня будет, Диана, вы серьезная, я понимаю, но мне кажется, судный день это такая вещь, серьезней которой трудно сегодня придумать. Субтитры создавал DimaTorzok